Есть вероятность, что эту информацию вы уже слышали, но именно она ключ к пониманию важности безвозмездного донорства. Каждый третий, только вдумайтесь, третий пациент стационара нуждается в крови или ее компонентах. У кого-то ситуация экстренная при травмах, ранениях, кровотечениях. У кого-то потребность в этой красной жидкости регулярная, к примеру, при серьезных проблемах с почками. Одним словом, кровь нужна всегда. Потребление препаратов, крови, компонентов, крови во всех учреждениях здравоохранения имеется большая потребность, оно ежегодно растет. Только в нашей больнице за год переливается более 250 литров компонентов ретроцентральной массы, более 100 литров плазмы, более 50 литров альбумина. И, конечно, для всего этого нужны качественные препараты крови, качественные доноры. И, согласно рекомендациям всемирным, только безвозмездное осознанное донорство позволяет повышать качество заготовленной крови и удовлетворять потребность в этих препаратах. В числе участников данной акции медицинские работники активно с самого утра представители различных лечебных заведений приезжали к месту проведения мероприятия. И это неудивительно. Доктора, средний и младший медперсонал – это люди, которые точно знают, насколько актуальна тема. Многие из них кровь сдают регулярно самостоятельно. Также в рядах безвозмездных доноров – представители Центра гигиены и эпидемиологии и вертикали власти. Акции по безвозмездной сдаче крови идут уже давно. Особенно, конечно, активизировалось последние несколько лет. И в Брестском районе, в предприятиях и организациях в рамках этой акции ежемесячно участвует достаточно большое количество людей. Порядка 100-150 человек ежемесячно принимают в этой акции участие. Я не первый раз сдаю. Естественно, что когда предлагаю другим людям принять участие в этой акции, они же и меня спросят о том, сдавал или нет. Поэтому я уже сдавал. И сегодня, когда началась эта акция с 1 июня, тоже пришел сюда для того, чтобы в ней поучаствовать. Мероприятия в рамках акции будут продолжены в ближайшие две недели, в преддверии Дня донора, особенно интенсивно. Далее по установленному графику организаторы отмечают, с каждым последующим этапом инициативы становится все больше людей, которые решают поделиться своей кровью безвозмездно. Согласно плану Всемирной организации здравоохранения, уже к 2020 году именно безвозмездное донорство должно стать основой поступления крови в учреждения здравоохранения. Министерством здравоохранения поддержана инициатива Всемирной организации здравоохранения. Сейчас возрождается у нас в стране безвозмездное донорство, наряду с платным донорством. И в этом процессе активно участвует Брестская область, в том числе город Брест и Брестский район. Сейчас в рамках Дня донора в городе Бресте проходит с 1 июня по 15 июня ряд мероприятий, посвященных этому событию. Вообще, только за прошлый год, за 2017 год, в безвозмездном донорстве приняло участие около 5000 жителей города Бреста и Брестского района. Это в 5 раз больше, чем в 2016 году было около 1000 человек. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.